Здравствуйте, в эфире Якутия 24, новости экономики в студии Евгения Баженко. Изменились правила федерального субсидирования региональных авиаперевозок. Соответствующее постановление подписал глава федерального правительства Дмитрий Медведев. В основу документа вошло предложение Якутии о сквозном пассажирском тарифе из труднодоступных населенных пунктов Дальневосточного региона центральной города страны с промежуточной посадкой в аэропорту Якутска. В новой редакции правил четко прописана возможность осуществлять стыковочные рейсы, связывая внутренние и межрегиональные направления в один маршрут с заменой воздушного судна в Якутске. Оценить практический эффект изменений пассажиры смогут после того, как авиакомпания разработает соответствующие маршруты и заключат с Росавиацией договоры о предоставлении субсидий. Вице-премьер Российской Федерации, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, курирующий работу компании «Алроса», считает, что вопрос ее дальнейшей приватизации экономически целесообразно отложить до времени, когда будет восстановлена работа на руднике «Мир». Об этом он заявил в беседе «Стас». Ранее генеральный директор компании Сергей Иванов сообщал, что «Алроса» может возобновить добычу на руднике «Мир» в 2022-2024 годах. Напомним, авария на руднике «Мир» произошла 4 августа 2017 года, а в результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты. Тем временем, возможности возобновления добычи на месторождении «Мир» в конце апреля обсудят ученые, специалисты и горные инженеры на Всероссийской конференции «Опыт и практические шаги по восстановлению горнодобывающего предприятия после аварии», которая состоится в Москве по инициативе компании «Алроса». Кроме того, как ранее сообщалось, в начале января этого года компания объявила открытый конкурс проектов по возобновлению добычных работ на месторождении «Трубки Мир». Его итоги будут подведены 21 марта. Авторы лучшего проекта получат вознаграждение в размере 1,5 млн. рублей, а общий призовой фонд конкурса превышает 3 млн. Кредиты бизнесу для инвестиционных проектов на Дальнем Востоке предлагается выдавать по ставке 1% годовых. Такое предложение разработала Минвостокразвития. Банки, участвующие в проекте, получат госсубсидии. Бизнес говорит об отсутствии доступа к финансированию инвестиционных проектов. Кредиты дорогие, получить их сложно. Мы хотим дать инвесторам Дальнего Востока заемные финансовые ресурсы по ставке 1% годовых. Соответствующее постановление правительства уже подготовлено, оно проходит согласование. В этом году мы его запустим, заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на прошедшем заседании Общественного совета при Минвостокразвития России. Проект Министерства инвестиционного развития Якутии «Институт бизнес-наставников в предпринимательстве» вошел в шорт-лист первого всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества», который проводит Агентство стратегических инициатив. Более 4000 заявок было подано для участия в конкурсе. Среди них 307 проектов было заявлено в номинации «Наставничество в бизнесе и в предпринимательстве». В ходе реализации республиканского проекта, как отметил глава Министерства Антон Сафронов, его участниками стали более 1500 человек. Модель позволяет привлекать в наставничество максимальное количество участников. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц ежемесячных выплат, которые граждане получают в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин предложил сразу несколько мер поддержки семьи с детьми. Помимо рефинансирования ставок по ипотеке, глава государства поручил продлить программу материнского капитала до 2021 года, а также установить ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого и второго ребенка до достижения им полутора лет. Выплаты пособий начались с 1 января 2018 года. Их средний размер в текущем году составил 10 500 рублей. В 2019 году он будет составлять 10 800 рублей, а в 2020 11 100 рублей. Эти выплаты будут освобождены от налога. Ставки по банковским вкладам для населения остановятся на уровне 5-6% годовых к концу 2019 года. Такой прогноз сделали аналитики по итогам отчета агентства по страхованию вкладов о развитии рынка депозитов физических лиц. Все дело в ключевой ставке Центробанка. Сейчас она составляет 7,5%, а к концу 2019 года предположительно снизится до 6,25%. Как считают эксперты, главной причиной падения банковских ставок по вкладам стал избыток денег в самих банках. Им просто нет смысла предлагать более высокие проценты. Импортные сигареты и спиртные напитки станут дороже. Правительство России планирует повысить акцизы на импорт табака и алкоголя. Проект соответствующего постановления размещен на едином портале раскрытия информации. Об этом сообщает Интерфакс. В пояснительной записке к документу сказано, что стоимость акцизных марок для табачной продукции планируется установить в размере 200 рублей за 1 тысячу штук без учета НДС. В настоящее время цена составляет 150 рублей за 1 тысячу штук. Стоимость акцизной марки на алкоголь предлагается повысить до 1850 рублей за 1 тысячу штук, опять же без учета НДС. С нынешних 1700. Необходимость повышения цен объясняется, в частности, высоким уровнем инфляции за годы действия нынешних цен, ростом курса валют, увеличением стоимости продукции естественных монополий и индексацией заработной платы. Потребительские цены в России за период с 20 по 26 февраля не изменились, сообщил Росстат. Недельная инфляция замедлилась до нуля после трех недель роста цен на 0,1%. С начала года накопленная инфляция составила 0,6%. Нулевая недельная инфляция в этом году фиксируется уже второй раз. С 23 по 29 января цены также не росли. Исходя из среднесуточных данных, годовая инфляция составила к концу февраля 2,2%. Минэкономразвитие России ожидает ее замедления до 2% в июле. А по итогам 2018 года Министерство и Центробанк России прогнозируют рост цен менее чем на 4%. Курс доллара США обновил минимум к рублю с апреля 2015 года. К открытию торгов на московской бирже стоимость американской валюты опускалась ниже 50,5 рублей за доллар при цене нефти выше 67 долларов за баррель. Сейчас доллар немного отыграл падение и стоит чуть более 56 рублей. Нефть 64,90 рубля. По нижению курсов ведущих мировых валют на российском рынке, как и предполагалось, способствовало решению агентства Standard & Poor's после трехлетнего перерыва вернуть России инвестиционный уровень суверенного рейтинга. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!